Управление госзаказа Ненецкого округа объявило открытый конкурс на корректировку проектной документации первого пускового комплекса объездной дороги Наринмара. Ее планируют начать уже в следующем дорожно-ремонтном сезоне, если финансирование поступит в полном объеме. В самом разгаре и ремонт транспортных артерий окружной столицы. С обзором в дорожной сфере моя коллега Алина Ваучейская. Когда появится объездная дорога в Наринмаре и появится ли она вообще? Этим вопросом задается едва ли не каждый автомобилист окружной столицы. Ведь в часы пик единственная транспортная артерия превращается в место для руганий и столкновений. Как в прямом, так и в переносном смысле. В скором времени эта проблема может решиться. На портале госзакупок уже объявлен конкурс на перепроектирование первого участка объездной дороги Наринмара. Заказчиком выступает дирекция транспорта и дорожного хозяйства Ненецкого округа. Трасса будет состоять из трех пусковых комплексов. Первый длиной чуть более полутора километров соединит пересечение улицы Полярная и улицы Первомайская с улицей 60-летия Октября. Он включает в себя мост через протоку озера Качгард. Второй пусковой комплекс длиной почти 4,5 километра протянется от улиц 60-летия Октября до автодороги Наринмар-Усинск. И также подразумевает строительство моста через протоку. Третья часть объездной автодороги соединит первый со вторым пусковым комплексом улицу Рабочая. Это в этом году проектирование сделано в декабре месяце. И нужно начать строить уже в следующем году. Соответственно, там второй, третий участок тоже кусками можно корректировать. Соответственно, участками строить. В зависимости, как будет поступать финансирование. Потому что денег на всю дорогу сразу не будет. Пусковые комплексы дадут возможность запускать дорогу частями. То есть строить частями или, соответственно, вводить в эксплуатацию тоже частями. Работы по перепроектированию первого пускового комплекса должны быть выполнены не позднее 20 декабря. Теперь перейдем к тому, что уже сделано в сфере дорожной деятельности. На участке федеральной автотрассы в сторону аэропорта закончилась укладка верхнего слоя асфальта. Напомню, дорожное полотно от воздушной гавани окружной столицы до Кольцевой в центре города в этом году было полностью обновлено. Сейчас дорожники доделывают съезды с основной дороги на второстепенные. Автомобилисты обновленным асфальтовым покрытием довольны. Ну, сейчас хоть нету ям, как были раньше. Можно ехать по гладкой дороге. Практически приятно, да. Молодцы ребята работают. Ну, наконец-то начали делать дороги. Хоть и днем делают, но ничего. Мы терпим. А вот приятно ездить по новому ровному асфальту? Да, так и охота разогнаться. Но нельзя. Ну, да, определенно стало лучше ездить по улице 60 лет с октября. Первомайская улица рабочая. То есть, более как-то комфортнее стало ездить, удобнее на машинах. Не слушается этот гул, всех колес от автомобиля. Ну, более приятнее, мягче ездить. А качество асфальта? Качество асфальта, ну, в принципе, да, более-менее сейчас стало лучше, чем в прошлый год. Ну, как более все вот эти вот дыры, которые были, залатали. И сейчас, ну, как уже в яму не попадаешь, и как водители тоже соглашаются, то, что ям меньше стало и удобнее ездить стало. Кроме того, ремонту подвергся участок дороги по улице Первомайская. В скором времени проведут реконструкцию транспортной артерии в районе улицы Волчейского. На следующей неделе специалисты на Ринмардо Римстроя приступят к асфальтированию улиц в микрорайоне авиаторов. Асфальтовый завод, кстати, в этом сезоне используется на максимальную мощность, чего не было уже 15 лет. На предприятии уже выпустили около 8 тысяч тонн асфальта. До конца сезона специалисты на Ринмардо Римстроя планируют довести этот показатель до 20 тысяч тонн. Для сравнения, за прошлый год было выпущено лишь 1800 тонн асфальта. Причем, по словам сотрудников асфальто-бетонного завода, качество смеси намного лучше, чем в 2014-м. Во-первых, материалы другие, качество другое материалов. Плюс применяем сейчас минпорошок. Ну и люди же и видят, что качество асфальта совсем другое. Это не те, что в прошлый год, позапрошлые годы принимали старый материал, отсев. Сейчас снова с Карелии идет материал отличного качества. Так что будем надеяться, что простоит хорошо. На тех участках, где полной замены дорожного полотна в этом году не будет, ведутся сезонные ямочные ремонты. На улицах Паучейского и Ленина в связи с проводимыми работами движение автомобилей затруднено. В поселке Факел готовится основание и щебня для последующего асфальтирования автодорог. Также продолжаются ремонтные работы на участке дороги на Ринмар-Лаевош. Такая глобальная реконструкция дорожной сети началась после передачи полномочий из города в округ. В общей сложности на ремонт дорог окружной столицы в текущем сезоне из окружного бюджета было выделено 400 миллионов рублей. Еще столько же округ получил из федеральной казны. Ну а сколько прослужит новое дорожное покрытие, покажет время.